Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Аминь! Дорогие братья и сестры во Христе, приветствую вас в нашей общине Божьего Милосердия. Мы с вами, отец Яков и брат Алексей, который готовит видеоматериал. И сегодня, 1 декабря, в литургическом календаре в некоторых странах, в некоторых епархиях, встречаем литургическую память блаженного Шарла де Фуко, священника, монаха. Однако сразу надо сказать, что это весьма оригинальный человек, и просто назвать его монах-священник – это слишком мало. Потому что, когда читаем его биографию, понимаем прекрасно, что это, кроме того, кроме священческого служения, очень скромного в пастырском своем измерении, был путешественником, исследователем, офицером, филологом, миссионером, географом, лингвистом, переводчиком, картографом. И все это успел сделать в течение 58 лет, который прожил в основном во Франции, но, с другой стороны, самые последние 16 лет он провел в полном одиночестве на юге Сахаристской пустыни. И там отдал себя молитве, как отшельник, а, с другой стороны, изучению местной культуры и свидетельству веры перед теми людьми, которыми полюбил до конца, и перед которыми, в принципе, принес также и мученческую смерть, быв убит в 1916 году. Давайте сегодня поговорим, поразмышляем об этом блаженном, который, как уже стало известно, в следующем году, 15 мая, будет причислен к лику святых. Многие из нас его знают, прежде всего, через молитву, которую читаем, как молитву доверия. Отче мой, припоручаю себя тебе, делай со мной что тебе угодно. Чего бы ты ни пожелался делать со мною, я буду благодарен тебе. Давайте поразмышлять по этому облаженному Шарль де Фуко. Родился 15 сентября 1858 года в Страсбурге. С шести лет воспитывался в семье деда, так как умерли его родители. В 1870 году Страсбург, место, город, в котором он жил, был оккупирован прусской армией во время франко-прусской войны. И поэтому молодой Шарль переезжает в Нанси. И тут поступает, такое было его решение, поступает в Сенсир, то есть в кадетскую, в офицерскую школу, чтобы стать, выбирает офицерский. Вот путь и стал офицером. И тут надо сразу сказать, родители его, а потом и дед, который его воспитывал, сделал все возможное для того, чтобы передать ему, как человеку высокого все-таки рождения, будущему офицеру, христианскую веру. Но, к сожалению, в возрасте 16 лет молодой Шарль де Фуко теряет, дорогие, веру и становится абсолютно, в обском, сказать, безразличной к вопросам веры и нравственности. Но, тем не менее, то, что было посеяно небес с каждым родителями сначала, а потом этим дедом, ну, принесло в конечном итоге свои пады. Поступает, значит, наш молодой Шарль в колледж Сенсир, выучился на офицера-кавалерии. Ну, все это дело, как аристократ, ведет свободную, как сказать, жизнь, богатый, как сказать, человек, который все может сделать, но будущий офицер легкая, свободная, безбожная, надо сказать, жить. Живет так, что еле-еле вот избежал отчисления. Дорогой, через которое время все-таки сумел получить офицерское звание и был послан участвовать в военных операциях в западном Алжире. И тот момент, когда он находится в этом Алжире, был весьма для него благодатным. Пустыня, мы знаем, дает специальную какую-то возможность человека подойти к очень важным вопросам, создает специальную сцену, можем себе сказать, и атмосферу для того, чтобы человек как-то приблизился к Богу. Помним, 40 лет в пустыне избранный народ, который идет в сторону обетованной земли, переходит через своего рода духовные упражнения. 40 лет, 40 дней, Иисус в пустыне, 40 дней, или я, который идет в сторону горы Ареп, пустыня действительно очень важный момент. И тот наш молодой офицер, который находится, хотел, не хотел, в этом Алжире, в соприкосновении с пустыней, ну, как-то начинает ставить себе серьезные вопросы и подходит к каким-то новым решениям. Пустыня его преобразила. И всматривался сначала только в пейзажи Всеведной Африки, и это ему как-то понравилось. Суровое, спокойное, монотонное этот песок, солнце и все это, что там есть. И можно сказать, что влюбился в этот пейзаж. Но, кроме того, полюбил людей, тех, которые там были, обитателей, скажем, мусульман. Полюбил, значит, прежде всего в них всматривался, учился. Будучи офицером, старался как-то подойти к ним ближе, войти с ними в контакт. Познал, прежде всего, и их религиозную жизнь. И тут вот то, что его как-то потрясло, это, прежде всего, страх Божий, который видел в этих людей. И какое-то благочестие перед Богом, то именно, что он сам в жизни потерял. Нравы, однако, мусульманские, вот те, которые видел, вызывали у него все-таки отвращение. Это было что-то далеко. Уходит в отставку, не служит ему эта армия. Но, с другой стороны, хочет остаться в этой Северной Африке для того, чтобы заниматься исследованием этих людей, которые там находятся. Просыпается в нем какое-то призвание, мы скажем, исследователя, путешественника, того, который хочет познать, понять другого человека и его культуру. Как это делает? Маскируется, как будто был марокканским евреем. И 11 месяцев путешествует по Марокко, тысячи и тысячи километров проходит и составляет точные топографические карты. Умел это делать, ему это нравилось. Потом все это было издано даже в книге. Картограф по этому. Можем себе сказать, и покровитель будет картографов. Когда ему исполнилось 25 лет, возвращается во Францию. Но Шарль де Фуко, который возвращается во Францию, это уже другой человек. Это не просто какой-то свободный, легкий, веселый человек. Человек – это кто-то, кто ищет смысл своей жизни, представляет отчет по своим путешествиям. И Парижское географическое общество награждает его своей золотой медалью. Вот какой был человек. Успешный в профессиональном плане. Кроме того, надо знать, надо подчеркнуть, знал местные языки, поэтому был выдающимся лингвистом, исследователем, картографом. Был смелым человеком. И все это говорили, кто сейчас, но без страха будет ездить по Северной Африке, не боясь народов, которые там живут, учитывая то, что, быв французским гражданином, в общем, это вызывало определенные опасения. И тут начинает себя все-таки спрашивать, как это получилось, что он потерял веру, может, свою христианскую, видев верующих простых людей. И вопросы ему не давали покоя, и кто-то подсоветовал ему, чтобы он обратился с очень известному парижскому тогда священнику, в эту ювелину по имени Ювелин как раз. И тот пришел и договорился с ним в храме, и начался разговор, который привел молодого Шарла де Фуко к исповеди. Разговор продолжался, но отец Ювелин так повел этот разговор, что Шарл исповедовался в возрасте 25 лет. После, можем сказать, 9 лет пустыни безбожной. Началась тогда его новая жизнь. Рождается новый Шарл де Фуко. Идем вместе с ним через несколько месяцев, и развивается огромное желание любить Христа. Христос стал для него каким-то другом. То, чем он занимался, потеряло смысл свой, а единственным смыслом нашел он где? В Иисусе Христе. И захотел подражать ему. Но подражать ему в его нищете, в его сокрытости, в убожестве, не во славе, в торжестве, только в смиренном слуге Иисусе из Назарета. Его глубоко впечатляло смирение Иисуса и отдача себе воли Отца, особенно в том, как это проявилось в скрытой жизни Иисуса в Назарете, когда никто не знал Сын Божий здесь между нами, а он в Назарете занимается самым простым делом, служа, работая, будучи членом своей земной жизни. Шарл хотел ничем не владеть, быть непритязательным и максимально увеличить время, проводимое в молитве. Это приводит его к выбору вот как раз монашеской жизни. Оставляет мир и в 1890 году, когда ему исполнилось 32 года, поступает в монастырь. В какой? В аббатство тропистов во Франции. Надо сразу сказать, что это особый монастырь. Трописты отличаются особо, можно сказать, радикальным подходом к евангельским советам, жизнь полным от самоотречений, ночные молитвы, труд полное молчания. Поэтому жизнь, в которой он выступает, совершенно другая, чем та, которую он оставляет. Поэтому, с другой стороны, почувствовал через какое-то время, что не этого жаждет, что быть вообще так или иначе в аббатстве – это не его. В памяти осталось Сахара, в памяти осталось одиночество, в памяти осталась пустыня, песок. Господь над ним и он перед ним. Поэтому в 1897 году, после 7 лет, покидает тропистов и направляется в Святую Землю, исследовать те места, дотронуться от тех святых мест, где жил Иисус, особым образом Назарет. Поэтому едет перемещаться туда и начинает жить где-то в окрестностях Назарета. Там создает своего рода монастырь, какую-то обитель. Кстати, надо сразу сказать, что Шарль де Фуко вообще думал, что, может быть, в будущем положит начало какому-то новому монашескому движению, которого в церкви нету. И надо сказать, что даже если он написал и оставил какую-то небольшую даже устав под будущий орден, конгрегацию, он этого не успел сделать. Но 30 лет спустя появляются братья и сестры, которые пошли по пути духовной жизни Шарла де Фуко. Это малые братья Иисуса и малые сестры Иисуса. И где-то в Назарете вот этот момент рождается вот именно эта духовность. Здесь чем он занимается? В обмен на его услуги как садовника ему предоставляли в качестве жилья крошечную, домик, давали мизерные порции еды по его выбору. Более ценным, которое он считал, это было время, которое он мог проводить в часовне. Это было поклонение перед святыми дарами. Это действительно и была его жизнь, и его мечта. И это Назарет ему давал. Через какое-то время чувствует, что он хочет служить Евхаристию. Поэтому три года, прожив в этой обстановке, в Назарете, в близости тех святых мест, по которых ступал сам Иисус, его учитель, его друг, который был для него примером и проводником, решается на шаг попросить и подготовиться к принятию таинства священства. Бурл Капалужин в июне 1901 года. И чувствует, что и Назарет – это не то место. Это была подготовка к чему-то особому. Его зовет, его зовет Сахара, его зовет пустыня. Народы, которые там живут, он там хочет быть. Чем он там хочет заниматься, еще не знает. Но прежде всего туда надо ехать. Поэтому возвращается в Алжир и обосновывается в районе Сахары, в юге Сахары. Сначала он жил около французского военного поста, исполнял роль капеллана, но через какое-то время оставляет. И это прежде всего для того, чтобы жить и общаться с населением. С одной стороны стремиться к уединенной молитве, к полному самоотречению бедности, а с другой стороны быть свидетелем, быть с местным населением. Поэтому находит себе какой-то, так сказать, образно уголок пустыни в тысячах километров от Средиземного моря в Таманрасет. Строит небольшой крошечный домик и там начинает свое, но вот я бы сказал, вот эту самую зрелую духовную жизнь в полном отречении, в полном одиночестве. Вокруг него лишь только те люди, туареги, местный народ, которые стали чуть ли не ему друзья. На самом деле стали друзья. Переселяется там в полном одиночестве единственный европеец, тем более католик, тем более священник, но и создает вот такую, как будто специальную общину с этими местными людьми, вплоть до того, что когда в 1907 году тяжело очень заболел, те же местные люди его исцелили, как-то поили, давали ему что-то, и на самом деле восстановился, а всем казалось, что он умирает. Привыкает к этой жизни в полной изоляции, но чем она там занимается? Не прежде всего это и есть действительно молитва, созерцание перед Богом, жизнь с Иисусом в полной самоотдаче, но с другой стороны он и есть из местными людьми. Что он от них хочет? Он прежде всего через эти близкие отношения хочет узнавать их, занимается познанием их культуры, их языка. И важная вещь, он не хочет быть миссионером, он не хочет их напрямую обращать, подчеркиваю, этих туарегов в христианство. Считает, что проповедью его должна быть вся его повседневная жизнь в доброте и смирении. Это его миссионерский путь. Иногда он беседовал насчет религии с теми, которые приходили, но это не была форма открытого миссионерства. Так говорил, мое апостольство должно стать служением доброты, чтобы, посмотрев на меня, можно было сказать тебе, раз этот человек такой добрый, то и его религия должна быть доброй. Мне хотелось бы стать таким добрым, чтобы говорили, если таков слуга, то каков же господин, то каков же господин. Дорогие, поэтому так и продолжается его жизнь. Пишет, ведет переписку, старается как-то поддерживать контакты, думает, может здесь родиться в этой обстановке какое-то новое монашеское движение. Непонятно, как оно могло бы осуществляться, но все это в течение его жизни. Но не состоялось, и только, как я уже сказал, малые братья Иисуса и малые сестры Иисуса, это 30 лет спустя. Дорогие, так и продолжается его жизнь, но если бы не очень печальный момент, который случился 1 декабря 1906, во время восстания Туарегов, группа бандитов пыталась его похитить, однако один из них застрелил Фуко после появления полицейских. Фуко был похоронен в оазисе Эль-Голеа в Алжире. Долгие годы как-то был неизвестен миру, потому что в такой удаленности, если бы не контакты, если бы не письма, которые оставил переписки, но никто не знал об этой духовности. Через, однако, через все это, через переписку, через труды, которые оставил, через духовные записки, мы можем войти в эту тайну человека, который пошел за Иисусом сокрытым в насорете, Иисусом, который доверил себе полностью Отцу, Иисусом, который хотел быть с братьями и сестрами, свидетельством своей жизни привлекать их к Богу. Дорогие, в 2005 году был причислен к лику блаженных Папой Бенедиктом XVI, в следующем году, в 2022 году, даст Бог, будет причислен к лику святых. Все ожидаем этого момента и все одновременно читаем еще раз молитву блаженного Шарла де Фуко. Отец мой, препоручаю себя тебе, делай со мной, что тебе угодно. Чего бы ты ни пожелал, садил и надо мной, я буду благодарен тебе. Ко всему я готов, все прием, если только совершается воля твоя во мне, как в других твоих творениях. Ничего больше я, Господи, не желаю. В руки твои предаю дух мой, Господи, предаю тебе, Господи, со всей любовью моего сердца, ибо я люблю тебя. И эта любовь побуждает меня отдать себя тебе, вложить себя в руки, отдать себя в твои руки, не рассуждая, с безграничным доверием, ибо ты, Отец мой. Аминь. Блаженный Шарль де Фуко, молись о нас. Иисус, уповаю на тебя.